Очень важно. Ну, будем мы упоминать фамилию конкретного человека, который сейчас... Да, я сейчас подойду к этому вопросу. Хочу немножечко пояснить. Значит, когда я заверяла свои формы, заявления и свидетельства, они у меня нестандартные, не такие, как по ГОСТу, Минюста. Была ранняя форма номер 17, по которой вот заверили Светлане. Я составила свою форму. Она получилась достаточно такая большая, да, подробная, согласно международному праву. И тот нотариус, который мне это заверял, пошел мне навстречу и сделал это по моей форме. Это было, ну, наверное, для меня чудо и счастье. Для чего я это делала? Я на тот момент имела процесс в суде по ипотеке, и мне очень казалось, что мне эти документы помогут. Я все проверяю на себе. И до того, как я сделала эти свидетельства у нотариуса, я обратилась в Вече Руси. Но мне их документы, во-первых, не дошли вовремя к суду. А потом я стала раздумывать, кто тот первый, Вече Руси, уполномоченный выдавать свидетельство суверенного человека. И поняла, что я не знаю вообще, кто этот человек, и на каком основании у него были полномочия это делать. Вот. Поэтому я решила сделать это у нотариуса. Но я хочу вам сразу заметить, если у вас есть проблемы с судами, вам не помогут эти документы. Они вам не помогут. В своем первом видео я вам говорила о том, что смысл вообще заявить себя живыми на нашей земле состоит не в том, чтобы отвертеться от каких-то судебных процессов, как многие подумали и ухватились за эти бумажки, как за спасательный круг. Я говорила о том, что нам необходимо оставить здесь у нас за собой и за своими потомками, детьми, землю наших предков, заявив о том, что мы находимся в живых и что нас не надо опекать, не надо, значит, нашу землю оккупировать. То есть, да, там, скажем, что многие сейчас считают, что это колония Великобритании, есть к тому какие-то факты подтверждающие, да, что не заявив о том, что мы живые юридически, думая, что мы просто субъекты, что мы здесь такие бесправные физические лица, у нас просто могут забрать землю. Вот это вот главная моя цель была для того, чтобы обратиться к вам. Я никому не говорила то, что это вам точно поможет в суде. Я сейчас сама нахожусь еще в процессе, и я хочу вам зачитать чуть-чуть буквально обращение. Когда я пришла к своей судье, действительно, она разговаривала со мной очень корректно. Она называла меня «живорожденная живая женщина», согласно морскому адмиралтейскому праву. Судьи это знают, они в курсе, но на тот момент у меня были только бумаги, и я не знала, что нужно и как говорить, потому что как только ты заявляешь себя живым, весь процесс идет строго по морскому праву. Но хочу заметить, что судьи, как бы, такого порядка первой планки, там, мировые судьи, могут вообще не знать об этом. Могут знать председатели судов, зампредседатели и выше, там, арбитражные суды. Поэтому, вот моя личная судья написала обращение в нотариат, значит, она написала, что вот 18 января 2018 года в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга предварительное судебное заседание произошло по гражданскому делу Матахомата. И, значит, гражданка, я, которая явилась в судебное заседание, предъявила председательствующими судье для установления своей личности свидетельства об удостоверении тождественности живого человека, суверенной женщины с лицом, изображенном в фотографической карточке, а также регистрация личного автографа и оттиска печати живого человека, суверенной женщины, учредителя бенефициара, собственника имени Светлана, выданная 15 января 2018 года нотариусом по фамилии, не буду говорить какой, чтобы он избежал неприятностей, да, потому что у него последовали неприятности в связи с этим. При этом указанная гражданка, которой было выдано вышеуказанное свидетельство, настаивала о принятии указанного свидетельства судом в качестве документа, удостоверяющего ее личность для допуска ее к участию в судебном заседании, со ссылкой на факт его удостоверения нотариального. И вот здесь она описывает, вместе с тем, согласно статье 10 Федерального закона 31 мая 2002 года, номер 62 ФСЗ о гражданстве Российской Федерации, документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, определяются федеральным законом. И тут она перечисляет разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, либо паспорт моряка здесь описан, паспорт моряка и удостоверение личности военный билет военнослужащего. То есть в нашей Российской Федерации нет такого понятия, что данные заявления и свидетельства у нотариуса может являться удостоверением личности. И вы должны понимать, что если вы придете с этими документами в суд, вас не допустят до судебного разбирательства. Просто не допустят. Поэтому я хочу официально вам заявить, если вы думаете, что судебное разбирательство кончится, если вы вот так вот кинете на стол свидетельства и заявления, то этим ваш суд не закончится. Для того, чтобы мне провести свои разбирательства в суде, мне пришлось подготовить, помимо вот этих вот заявлений и свидетельств, еще массу документов, ходатайств, требований, уведомлений, афидевитов. Это где-то, наверное, 25-30 документов. У меня была вот такая стопка, причем она изложена совершенно иным языком. И с правилами ЮЦЦ, шапка там была не от физического лица. Они пишутся специальным образом эти документы. И если вы не знаете, вообще у вас нету в голове понимания, как пользоваться этим и как написанное вами слово в вашем ходатайстве подтвердить его и объяснить, то у вас не получится ничего. Никогда. Ну, это утопия. И я еще очень хотела бы вот сказать, я даже вот здесь записала себе. Значит, вот, да, кто купил эти документы или просто получил их без знаний, вот вообще без знаний, эти документы вам не помогут. Тот, кто знает информацию о этих документах и у кого есть знания, тому эти документы не нужны. Поймите, вот это вот единственный факт. Если они у вас есть, и вы не знаете вообще, что это значит, и не можете себя самоидентифицировать, они вам не помогут. Но если вы знаете, как владеть и что говорить, да, вот эти вот все там афидевиты там, и как себя называть перед судьей, как себя вести, что отвечать, да, по ЮЦЦ, то вам эти документы, вот эти вот, просто не нужны. Они нам нужны лишь для того, чтобы нам оставить свою землю под ногами. Вот это наша цель, вот лично моя цель. Я не знаю, кто распространяет такие слухи о том, что это помогает точно в суде. В суде помогают не бумаги, а ум и голова. Значит, еще такая пришла мне информация, что документы, которые я составила, заявление, свидетельство, их продают. Причем продают за баснословные деньги, там от тысяч до 15 тысяч рублей, суверен от Сократовой. Мне, конечно, приятно, что так высоко оценили мой труд. Это, в принципе, очень даже лестно, да. Но вы знаете ли, это несерьезно, друзья. Если вы их купили, они без знаний вам не принесут ничего, как я уже упомянула ранее. Те, кто их продает, ну, это ваше право. Однако, имейте в виду, что этим уже заинтересовалось ФСБ, МВД, потому что это введение людей в заблуждение. Поэтому я хочу предупредить коммерсантов, которые делают деньги на заполнение, на распространение, на продажи. Также, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что, вы знаете, законы кармы никто не отменял. Интеллектуальный труд, вот мой, который был вложен в эти документы, я дала даром, в открытый доступ. Их можно найти, эти документы, они не идеальны. И я хочу вам вот особенно подчеркнуть это. Я написала свою форму, так, как я вижу. И я уже несколько раз говорила о том, что там есть некоторые такие нюансы, что там вот именно имя пишется с маленькой буквы. Идут постоянные споры писать слово «человек» или «не писать». Потому что «человек» это в международном классификаторе товаров является названием товара под наименованием номер 972. И код, код товара «человек». Поэтому, возможно, вот на мой взгляд, я бы хотела их сегодня доработать и написать о том, что там, например, это живорожденная живая женщина, управляющая или выгодоприобретатель человека, то есть товара. Потому что вот эти вот все мелочи, которые фигурируют вот в этом документе, они могут тоже нанести какой-то вам ущерб. Даже если вы там написали без ущерба, но вы хотя бы понимаете, что это. Значит, еще раз, да, скажу, что во мне помогут эти документы в суде. Не надо ими торговать, не надо их продавать людям. В общем, я наблюдаю сейчас за очень многими, кто получил эти документы от меня. И мне очень интересно, как люди между собой делят эту информацию. Кто-то начинает лить грязь, что это несовершенные методы, значит, идите к нам. И пытаются делать на нашем имя рекламу, снимая ролики с нашим участием, разбирая по кусочкам, по косточкам каждое слово. У кого-то вот такой вот путь. Ну, видимо, мало просмотров, видимо, мало интересуются их бизнесом. Они пытаются хотя бы вот на нас как-то попиариться. Ну, пожалуйста, без проблем. Мы люди щедрые. Если вам это нужно, берите это так. Значит, некоторые люди заваливаются прямо вот, вы знаете, в какую-то торговлю, в коммерцию. И это очень обидно. Да, кто-то видит в этом прямо заработок, что вот мы будем заполнять за кого-то. И вот это будет оживлять людей. Да, и мы за это будем бабло иметь. Поэтому, друзья, у Екатерины таких полномочий нет. И очень хорошо, что так получилось, что мы с ней не перешли ко второму и третьему этапу. Я очень всегда долго наблюдаю за людьми, чтобы понять их умысел. Вот умысел Екатерины Тропицыной тоже был заработок денег. И к тому же она очень цепляется за реестры.